ребята всем привет конец сентября так ждали мы эту осень и так быстро она проходит вот вроде она только началась и уже конец сентября сегодня должно быть очень интересное видео рекомендую вам его посмотреть потому что первое это конечно же ваш любимый твичинг будет присутствовать в кадре второе кастинг как многие просили у меня на канале где же кастинг не зашел ты его забросил вот он друзья гриндер в кастинге 728 тест и третье почему это видео должно быть интересно потому что я взял еще новый манник x7 35 и в принципе в принципе я так подозреваю что человек который в данное время ищет неплохой спиннинг для твичинга как раз наверное многие рассматривают вот эти две модели это максимус манник x и наутилус гриндер они плюс-минус в одной ценовой категории считаются конкурентами и оба спиннинга производителям позиционируется как спиннинги для твичинга вот сегодня я буду ловить на две этих модели и в конце видео расскажу о нюансах то есть как себя ведут спиннинги в чем у них отличие может быть мой отзыв вот этот вот вам поможет определиться с выбором заваривайте чай друзья приятного просмотра а я пошел долбить зубастую щуку друзья несмотря на то что видео такое длинное попрошу вас досмотреть его до конца с 23 минуты начнется все самое интересное а ближе к концу видео будет полнейший экшен поэтому заваривайте чай и приятного просмотра пока что я на манник x зарядил резинку она гриндер поставил воблер сейчас более спокойные места будут будем прокидывать их твичингом вот такие вот обратки круговорота буду пробовать резину вот здесь 100 пудов стоит рыба не знаю утренние часы будет ли осенью утром хищник проявлять активность обычно ближе к обеду самый движняк начинается утренние часы это жаркое лето но как и везде бывают исключения поставил 10 грамм и вот груз с приманкой опускается и очень сильно гудит все в рукоять бланк максимуса нового он стал гораздо чувствительнее в плане джига на 10 граммах легкий легкий отступ идет но по звенящему шнуру все сразу становится понятно когда приманка оказывается на дне окунек что ли была какая-то поклевочка вот опять окуньки скорее всего стоят мелкие такие ударчики окунёвые но с укуньками частенько стоит щука выбирают они одинаковые места с окунем и периодически она его кушает опа что-то есть другие тут некрупный возможно даже шнурок ну вот уходим от 0 достаточно быстро такая вот мелко щука возможно она дюбала рыбалка надеюсь сегодня будет полки ложечка отпускаем ее нам она не нужно размочились друзья размочились как узнать вот перспективное место или нет да ну вот смотрите типичное место малой реки идет вот там вот сверху быстряк такой и вот здесь вот справа а муток такой он тихий крутит обратку то есть обратка это всегда это всегда яма друзья и рыба чтобы не стоять на сильном потоке она всегда держится граница спокойной воды и тихой воды потому что малек он как правило собирается тоже здесь вот в этих местах потому что по течению обильно несет корм и щука она всегда стоит мальком здесь она спокойно переваривает пищу набирается сил когда ей надо покормиться она выходит к этому быстренько хавает какого-то малька и опять сюда вот в свой домик заходит и вот такие вот места это уже зацеп и вот такие вот места их всегда надо прокидывать расход приманок на таких небольших речушках даже со все там бывает огромный потому что стараешься кидать самые дебри береговой зоны где коряги где стоит хищник и как правило даже офсетный крючок не всегда не всегда помогает провести без отрывов вашу приманку сейчас оторвал только что такую же приманку быстро перевязался и вновь вновь пытаюсь кого-то поймать не старайтесь никогда кидать на какие-то чистые места где нету ни кувшинок не веток не каких-то завалов никогда не пытайтесь сохранить свои приманки пускай лучше несколько приманок вы оторвете но у вас будет большой шанс поймать рыбу потому что как правило вот где есть укрытие на чистых местах рыба стоять не будет она будет стоять именно вблизи укрытий а то есть некоторые люди купят две приманки поштучно в магазине и едут на рыбалку ну я таких людей не понимаю если честно потому что на приманках когда вы посвящать посвящаете свое драгоценное время поимки хищнику вот экономить на силиконовых приманках особенно воблера понятно там есть отцеп их можно отцепить но экономить на каком-то силиконе ну смысла я не вижу друзья это расходник который должен быть у вас всегда в количестве просто я сам частенько хожу в рыболовные магазины и сам очень часто вижу как вот люди приходят две штучки возьмут какой-то приманки и уходит я не знаю минимум две пачки надо брать они две штучки потому что опять же говорю за рыбалку целиком пачку оставить это обычное дело может быть такого что вообще ни одной приманки не оторвется здесь здесь не угадаешь тут как сказать как повезет вот открывает прекрасное место воблер на пульнули под самый берег раздвоение реки там слева такой затяжок там обязательно покидаем вместо для фантазии очень много катушка здесь на гриндере кастинговая сенайт фалькан у меня стоит дешевенькая покупал ее что-то 2 2600 что ли или 2400 рублей сейчас конечно цены уже подорожали но поучиться я взял дешевую тем более мне ее порекомендовал знакомый который кастингом уже занимается не первый год имеет шамана метаниум топовую такую катушку которая в кастинге считает и вот после нее он взял и говорит неплохая говорит катушка то есть для новичка понять нужен ему кастинг или нет больше и не надо в принципе говорит я не знаю как должна работать хорошая кастинговая катушка ну болен брата бросает мотает как бы пока ничего про нее сказать не могу проблем особо-то и не было потому что рыбалок не так много на нее чем мне точно понравился есть есть друзья шнурок какой-то чем мне точно понравился есть есть друзья шнурок точно понравился кастинг так это тем что нет вот этих вот вертолетных заброс воблера воблер строго летит стрелой вперед шнурсон это вообще очень маленький размер ну что я могу сказать точно вот по первым впечатлениям про сравнение бланков то есть ну гриндер и максимус маник не тот ни другой у меня не вызывает никакого отвращения в принципе наверное в этой цене то уже надо постараться найти бланк чтобы он вызывал у вас отвращение но могу сказать что маник x он конечно чувствительнее друзья хоть и говорят что кастинг катушка прижата к бланку чуйка выше ну не знаю эмоции пока вот не такие яркие даже вот на поклёвке сейчас вот шнурок эмоции не яркие от нее были вот и вот вибрация от воблера какая-то такая притупленная на маленький x конечно поярче эти все колебания но бланк опять же скажу что никаких негативных эмоций от гриндер не вызывает конечно я не буду его так расхваливать как многие блогеры тому это лучший спиннинг да нет это обычный такой спиннинг как бы ну простой работяга грубо говоря ничего такого я сверхъестественного прям вот чтобы прям ахать и охать как некоторые ну скорее всего заслан на обзор им были у меня куплен за свои деньги да и которые не за свои я никогда не буду просто так хвалить вещи если они мне действительно ну не зашли или как-то есть какие-то моменты я всегда видео это скажу я не буду это умалчивать поэтому ну среднестатистический спиннинг так скажу он еще женщина мужичком какая-то на лодке есть еще еще такой шнурок друзья вывелись прошлогодние прошлогодние вывелись цуёки так чуть за суёки то меня копия на из головы вылетела название ватсон ее мои его мое брюхо распорол жалко может выживет не выживет такого сородич скушают суёки ватсон 130 с головы даже название вылетела ну ни одного вот сколько вот сейчас забросов ни одного перехлёста за поводок в этом плане конечно кастинг гораздо гораздо комфортнее потому что многие знают что у мясорубок есть такая проблема воблер частенько летит вертолетом если у него плохая система огрузки и частенько перехлёста получаются отстрел друзья первые друзья произошел отстрел сам не понял как так получилось первых мы в жизни отстрел на кастинге заговорился смотрелся на них но воблер всплыл слава богу вот тут какая-то борода получилась короче плетенка блин два с половиной по ей все равно отстрелилась смотри-ка блин ну и чё я не выпутаю что ли получается как так получилось ни хрена себе чё разбирать надо будет вот он прелести кастинга друзья пожалуйста так чё тут какой-то захлёст не знаю распутаю я не не распутаю смотреть на в общем разобрался плетней вот такой вот моток ну сколько тут метров 40 может быть плетенки было 90 намотана но нормально в общем жопа была в том что перебежка была прям под шпулей то есть быстро размотать не получилось пришлось выматывать всю шпулю по новой потом наматывать вот чё смог обратно намотал в общем вот он вот они прелести кастинга начинают первая перебежка первый отстрел но у воблеров оказалось по положительной плавучести поэтому я его по течению потом достал будем смотреть дальше не знаю может быть то что рисковато бросил после мясорубки еще руку не набил посмотрим что будет дальше пробуем вот поменьше шнура стала прям поувереннее заброс стал возможно 90 метров ну прям до края шпули все это было возможно это еще сказала друзья поэтому давайте пока спишем на шнур а дальше посмотрим ну два с половиной конечно отстрелилась как будто там блин 06 нитка было ну кастингом конечно что что отвечать все равно приятнее это все как монолит как одно целое но повторяю мои основные комплекты были есть и будут это конечно же есть вылетел шнурок мои основные комплекты были есть и будут мясорубки друзья никуда от мясорубок не деться ну что за размер на воблер ватсон сегодня может ватсон сегодня может таких шнурков можно здесь наловить прям порядком хочется рыбу в крупнее в этом я думаю нам поможет джиг с вами да слушайте прям 30 метров лишние отрыгнула и пошла уверенность в забросе плетенка не пушится на бобине в чуйки однозначно он максимусу проигрывает это прямо однозначно друзья даже вот я по поклевкам шнурков служу как они сопротивляются вибрации от них притуплено передает на максимусе все гораздо гораздо ярче наверное чудес все равно не бывает свое время вот я его купил за 6000 в кастинговой версии ну за 6000 чудес каких можно ждать от спиннинга друзья надо поменять воблер ну блин шнур колов ватсон я не знаю какой же шнур на него то ли в воблере дело то ли в размере хищника потому что одни шнурки ну воблера и так как правило в принципе шнуристый размер ну дадим еще немножко шанс конечно но если и дальше шнурки будут что-нибудь другое поставим гриндер это вот тот спиннинг на который кроме воблеров ничего не хочется ставить другого конкретно воблер ный вариант а вот маник он уже построил поинтереснее и мне вот сейчас очень нравится джигом ловит колебалки им кидал очень понравилось был ударчик промахнулась не друзья меняю воблер но это куда это что что за избиение младенцев и мои поставлю сейчас что не другое трудом поставил вот это рудро сразу ударище сразу хорошая щука это рудро а то вот ватсон 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 шнурка лов блины и поднять не могу там за машину такая хорошая хорошая друзья где красавица есть двушка с лишним так я понимаю щука это рудро вот он качественный воблер друзья ватсон тоже неплохо да тут под треху есть вот такая вот друзья поранен и ну тут блин под трех давайте взвесим по нолям не угадал немножко 2 550 ну отличная друзья щукень вот за ней я ехал вот она классика друзья такая вот классика и вот такая вот щука друзья я понял я понял зачем нужен кастинг парковать вот таких вот щук я ее даже вообще не почувствовал на этом спиннинге на этой катушке ну да сгибала но какого-то сомнения такого что я ее не вытащу вообще не было то есть все настолько легко стравливала на фрикцион и все настолько как-то просто это все прошло так быстро она около лодки у меня оказалось что я вообще даже если честно не понял ну классная да щука друзья вот она рудро и первая же щука хорошая на нее не знают совпадение или нет но ватсон хорошего ничего сегодня не поймал будем дальше продолжать надеюсь она тут не одна была спиннинг с рудро и кстати отлично справляется кто-то гает там на пределе он тянет нет вообще очень очень хорошо все со сто тридцатами вот эта щука на два с половиной тому подтверждение что воблер играет правильно прокидал место рудро и друзья поклевок не было а вот на блесну атом повис шнурсон о молодец какой очень маленький и злой на максимус я вот решил колебалочку зарядить вот матрос взял на вымотке прям матрос на вымотке весь в точках появился его у нас окунь с точками раньше вообще точках не было окуней все чистенькие были не хочу точках забирать но его нафиг какой-то желтый песок что ли на дне есть друзья рыб сик маленький снова на воблерок на вантен 110 от мега у вас ну хоть шнурсон порадовал не надёргаться хорошие друзья щука взяла на резину и работа спиннинга смотрите рыбе и вот там залезу залезла балинта впереди завал такой трех все траву залезла попробую достать ее если еще сидит на крючке мой нафиг четверо нам было сидит 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 сдюжил максимус дело отдыхала это да вот эта девчуля красивая я думал все други четверка наверно я думал все а может и пятак толстая блин да нет четверка тут точно а может и пятак вы видели как работал маник до 35 друзья смотрите спинище какая смотрите какая спинище друзья приманка освободилась как она не сошла я не знаю ну значит моя была я уже все если честно я с ней попрощался думаю ну все завела без шансов вот на эту вот приманку друзья от литейщика копия на фанки шет ну чё сейчас будем взвешивать этого крокодила так ну что друзья давайте завешивать этого монстра но пятер это нет наверно ну я думаю 4 уверенных весы по нолям не знаю видно друзья нет 3 900 3 940 короче 3 940 почти четверо да друзья вот это она бой мне дала клюнула вот на такую вот копию от волжских джигов это пятерцов делал фанки шет фрап фрап фанки шет чуть я ее не просрал друзья я не думал что она четверка я думал на килограмма два с половиной потом как она начала гулять а место такое локальное вот река и вот затишок вот немножечко тут крутят вот она прямо в начале стояла вы все видели на своих глазах как манин манник гнулся в дугу как она в берег ткнулась я думал все она освободилась нет это точно моя рыба потому что шансов у ней было полно тут везде завалы и не воспользовался она ни одним из своих шансов надо бы отпустить наверное но блин я так долго ее ждал друзья я так долго ее ждал столько я шнурков всегда отпускаю нормальный щуки я давно не видел я ее возьму уж не ругайтесь отвезу родителям и так 90 процентов улова я отпускаю адреналин просто вот просто в крови вот эта рыбалочка сегодня жаловался что ничего не клюет и вот река отблагодарила меня эмоции конечно дала супер она вот вы видите друзья основная река и вон уголок такой где листву крутит и вот она в этом маленьком маленьком локальном месте и стояла уму непостижимо кидаешь на глубоких ямах никого нету и здесь вот этот летнее место можно сказать где все летом в кувшинке она вот здесь вот стояла я даже не понял так тюкнула аккуратно а потом такая тяжесть вот это да это рыба это сопротивление и опять опять друзья джиговая рыба все равно крупнее сегодня получает но как она не ушла юма и все уже думал ну нет ее там на крючке прям в самый берег все в камыш плетенка прослабленная к ней плыву потяжка и вот она опять загуляла но это значит реально моя сегодня рыба была шанс я ей давала короче орбита 130 сейчас отсадил на кастинге а вот он уже не всплыл так вот спешки кинул опять я стрелил плавающие над какие-то воблера на кастинг ставить по ходу короче кастингом надо очень аккуратно быть катушка требует тонкого подхода друзья я понял как заставить ловить себя китайцами когда в коробках куча японцев надо купить кастинг да лучше конечно начинать учиться с каких-то копий потому что забываешься и бывает вот резкий дерганный заброс и вот воблер летит улетает ватсон сто тридцатый у него была положительная плавучесть он всплыл я его забрал с воды а сто тридцатый орбит он сразу пошел на дно камнем в общем ладно ничего страшного рабочие моменты учимся но сейчас зарядил реалист 120 ефку если что он немножко всплывет друзья еще одна неплохая рыба поменьше конечно и ложечка наверное но спротивлялась хорошо опа молодец вот на такую вот приманку с глубины тюкнула да и ложка уже сегодня не удивишь есть шнурок друзья вот в прибоченках вот такие шнурята стоят ну что буду заканчивать сегодняшнюю суперскую рыбалку конечно этот крокодил который на 4 килограмма потянул дал сегодня много эмоций попер в глубину спиннинг в дугу под лодку загибает то есть ну блин вообще и течение быстрое лодку крутят попер он в берег потом но вы все видели я думал все ну шансов достать там практически не было как бы там уже и слабина и приманка в камыше думаю ну все ее взяла и ну нет нет шанс у ней был большой но удачи сегодня была на моей стороне река отблагодарила что по поводу спиннингов друзья хочу сказать что гриндер что максимус маник в принципе это два очень достойных спиннинга своей ценовой категории я могу вам сказать единственное вот на кастинговый гриндер вот кроме воблеров кроме воблеров мне ничего цеплять не хотелось но она и понятно спиннинг для твичинга но максимус максимус поинтереснее в плане разноплановость приман приманок можно джигом комфортно ловить колеблом чуйка у максимуса опять же получше и сказать какой плохой какой хороший ну не получится потому что оба спиннинга как я уже говорил достойные поэтому если ищете чисто для воблеров вот ничего кроме воблеров вот ставить не будете возьмите вот гриндер например если с перспективой поменять приманку например рыбачили на воблера хочется попробовать на джиг берите маник x он позвончиво интереснее вот а так вот сказать какой хуже какой лучше я в принципе не могу кастинг мне зашел к сожалению из-за своих кривых рук оторвал 130 орбит ну это ничего страшного все мы учимся не все мы сразу начинали а так в принципе на воблерах кастинг поинтереснее чем на мясорубке за всю рыбалку ни одного перехлёста воблера за поводок не было то есть летит ровно как стрела и монолитно лежит в руке то есть очень комфортно твичить и кто собирается попробовать эту тему не откладывайте в дальний ящик обязательно попробуйте тема действительно прикольная я дальше буду тоже продолжать рыбачить на кастинг воблерами вот поэтому ну штука мне зашла это классно давайте посмотрим сегодняшних щучек вот такие вот две красотки друзья 1 на 2 с половиной 1 на 4 супер рыбалка просто рыбалка просто сегодня чудо наконец-то есть что вам показать в кадре а то эти недомерки которых стыдно показывать уже и сам отчаялся в своей реке думаю ну как так но столько времени я посвящаю ей нету достойных щук ну вот как говорится терпение и труд все перетрут река отблагодарила по приманкам что работало первую щучку мы поймали практически сразу в начале рыбалки на изик четырех дюймовый от браун перч потом много шнурков было на ватсон 130 от суёки на рудру 130 клюнула вот эта щука на 2 550 на четверку клюнула щука на резину копия фраб фанки шет литейщик с липецка льет игорь стеняки на рыбачок 48 у него канал на ю тубе классная резина тоже мне очень нравится рабочая тема вот поэтому если какие-то вопросы друзья будут знаете что ссылки сейчас никакие под видео оставлять нельзя добавляйтесь ко мне в контакт страницу я оставлю в описании также в описании группу на ватсап увлеченные спиннингом мы там с ребятами сидим обсуждаем разные темы ну и подписывайтесь на канал кто смотрит без подписки друзья подписывайтесь будет много всего интересного много полезного всегда по возможности всем отвечаю в комментариях ну а я поплыл к машине всем пока всем ни хвоста ни чешуи сядем с отцом сядем вдвоем на крыльчки до утра до утра поговорим о том осел а за рекой тают огни тишина не видать не слыхать тают огни как светлые а река течет по дну катает камушки да напечат нам бабушка оладушек с присказками русскими и чудными будут они с костяникой очень вкусные а река течет мой солнечный дед был бы лагур тададым тададам тадада солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена сядем с отцом тихо споем про коня что ходит по поля сыном я был стану отцом в деда лицо а река течет по дну катает камушки да напечат нам бабушка оладушек будут они русскими и грустными будут они с костяникой очень вкусные а река течет и новый поворот а река течет и вены кровь моя течет и дедов и отцов а река течет а река течет а 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 Субтитры создавал DimaTorzok